Все, да? Да. Спасибо большое. Это большая честь для меня. Я очень рад быть здесь с вами. Меня зовут Нолан Джонсон. Я пресс-секретарь посольства США в Киргизской Республике. Я только что приехал две месяца назад. Я очень рад быть и жить здесь, в Киргизской Республике. Я очень рад приветствовать вас на этой дискуссии с участием замечательных выпускников государственных программ обмена США. Я хочу поблагодарить наших партнеров «Кактус Медиа» за организацию данного мероприятия. Я хочу поблагодарить наших участников встречи. Жанебек Ахматов и Желдиз Маматова – выпускники программы «Юград», которая помогает студентам продемонстрирующим академические успехи и лидерский потенциал учиться в университетах США в течение семестра или года. Я хочу поблагодарить нашего третьего участника дискуссии, Ирландбека Матисаева, выпускника программы обмена будущих лидеров, более известной как ФЛЕКС, которая помогает старшиноклассникам, обладающим сильным академическим навыком, самостоятельностью, адаптивностью и лидерским потенциалом учиться в средней школе США и прожить в приняющем американской семье один год. Вы могли заметить, что для обеих программ я упомнял академические навыки и лидерский потенциал. Посольство США финансирует ряд программ обмена для студентов всех уровней обучения, от школьников до докторов наук. Кандидатов, которые стремляются к высоким достижениям в учебе, а также стремляются улучшать свое сообщество и хотят стать лидером на местах по разрешению домой после окончания учебы. Эти программы открыты для всех, независимо от вашего происхождения, места проживания в стране или места обучения. Если вы прилежно учитесь, хорошо владеете английским и стремитесь улучшить себе и свое сообщество, вы можете учиться в США с помощью этих программ. Сегодня вечером участникам дискуссии обсудят свой опыт подготовки и подачи заявки на участие в их программе обмена, каково это учиться в США и как этот опыт плавлял на них. Я очень рад слушать ваш опыт. И вам слово, уважаемые модераторы. Спасибо большое вам, Нолан. Тогда мы перейдем уже непосредственно к обсуждению. И действительно, поездка и обучение в США – это очень большие возможности не только в плане образования, но и в плане жизненных опытов и коммуникации. И давайте тогда уже зададим вопросы самим участникам. Джилдиз, вы можете поделиться своим опытом? Расскажите о себе, где вы учитесь, что вы изучали и как появилась идея об участии в программе США? Добрый вечер. Меня слышно, да? Да, прекрасно. Меня зовут Джилдиз Маматова. Я являюсь выпускницей программы Global UGRAD. Я отучилась один семестр в 2018 году в штате Айоба в университете Айоба-Уэсс-Лэн-Университет по специальности бизнес-управления и маркетинг. На эту программу я решила подать последний момент на третьем курсе, потому что до этого момента я не думала, что на третьем курсе можно подавать на эту программу. И как только открылась заявка к этой программе, я начала готовиться, писать эссе, составить потенциальных рекомендателей и заполнять анкету. Но изначально я со школьных годов хотела отучиться в Америке, и так как у меня английский был слабый, я не смогла подать программе Flex. Но когда уже поступила в АУЦА, у меня, конечно, английский улучшился, и у меня появилась уверенность, так сказать, что я могу пройти по программе UGRAD. Поэтому я подала. Очень интересно. Ирлан Бек, можете рассказать свою историю? Здравствуйте. Меня зовут Ирлан Бек Максаев. Я являюсь выпускником международной программы Flex 2018-2012 года. И я хочу рассказать, что я узнал про эту замечательную программу, когда учился в седьмом классе. И до этого класса я про эту программу ничего не знал. После того, как я узнал, оказывается, надо учиться обязательно в восьмом, девятом или десятом классах. И я об этом не знал. И в седьмом классе мы поехали в Козылкию, чтобы подать на программу Points, и нас не впустили. И была такая мотивация, что я должен был пройти в следующем году. Но обратно приехали в Баткен, и я начал готовиться. Писал эсэшки, как Джилдер Паверилен, изучал английский язык, готовился к интервью, к круповой игре и так далее. И в девятом классе, когда я подал заявку уже на второй раз, я прошел и получил возможность отучиться в США бесплатно жить в американской семье. Опыт сам собой был очень позитивный, скажем, да? Я думаю, что в курсе интервью мы об этом тоже поговорим. Да, мы поговорим об этом позже. Я прям всем рекомендую подать на программу Points. Хорошо, у нас к вам будет много вопросов по программе в целом. Джанабек? У нас есть третий участник, Джанабек Ахматов. Добрый вечер, меня слышно? Да, вас слышно прекрасно. Расскажите, пожалуйста, где вы учитесь, где вы учились? Я закончил МУЦА, Международный университет Центральной Азии. На данный момент я являюсь студентом магистратуры в АУЦА и изучаю антропологию. Я также являюсь выпускником программы, так же, как и Джилдис, Global Юград. Но я учился два семестра в Штатах. Осенний семестр я изучал английский язык. А весенний семестр я изучал по своему бакалавру по политологии. Ясно. А можете рассказать, в целом, как вы узнали об этой программе? Это была очень распространенная информация? Или вы, благодаря своей целеустремленности, искали и добывали информацию? Сами. Давайте я начну тогда, да? Можно? Да. Вообще, впервые о возможностях учебы за границей я узнал в школе. Это я узнал от студента FLEX о том, что вообще можно учиться за границей, получать гранты. Но, к сожалению или к счастью, на тот момент я уже по возрасту на программу FLEX не подходил. И я подумал, окей, если я по возрасту не подхожу, значит, какая-то там еще должна быть программа. И уже когда я учился в университете, на втором курсе проводилась презентация именно о программе Global Юград. И, ну, я вот тогда впервые еще раз узнал, что, оказывается, также есть для студентов программа. И я начал изучать, как бы, детали, детали о самой программе, о требованиях и начал процесс своей подготовки. Вкратце вот так. Вот так я узнал, что есть программа. А что это за программа Global Юград? Чем она отличается от других? Global Юград – это студенческая обменная программа. Именно для студентов с первого по третий курс могут подавать и поехать учиться в Штатах. То есть это грантовая программа. Это поскольку расходы твои покрывают на учебу, на проживание, на перелет. Как бы все покрывает. Вот ты просто, получается, приезжаешь в Штаты и учишься. Я бы так сказал, это как бы повышение квалификации, да, в моем, как бы, в личном понимании, вот именно в Америке. То есть мы учимся здесь, получаем образование свое. И у нас есть возможность на один семестр поучиться по своей же специальности в Университете Америки. То есть это вот в моем понимании. Может, Джилдис дополнит. Да, Джилдис, вы тоже участвовали в этой программе? О своем опыте расскажите. Да, мы как раз с Дженнабеком в один год полетели в Америку. Я тоже об этой программе узнала через флексников, когда я училась в одиннадцатом классе, когда у меня такой же случай был, как у Дженнабека, когда я узнала, что не могу уже подать на программу флекс. И я начала искать другие возможности, которые студенты, в основном, могут подать в Америку. Потом я узнала. Я расскажу более, как сказать, о моем опыте в Америке. Так как я училась в АУЦА, я уже закончила, в принципе, разницы в системе обучения я не увидела, потому что в АУЦА тоже, в принципе, похожая система. Но у меня, как сказать, именно по своей специальности, маркетинг и social entrepreneurship, я в этой сфере очень хороший опыт получила в Америке. Там мне получилось пройти стажировку в Америке в компании по маркетингу. Это был очень бесценный опыт и помогло мне усовершенствовать мои навыки именно в этой сфере. Также я бы хотела сказать, что эта программа дает не только, как сказать, опыт отучиться в университете и увидеть реальную студенческую жизнь, но и у нас были такие... Каждую неделю, несмотря на то, что мы жили в общежитии, в конце каждой недели у нас было по два host families, и мы каждую пятницу нас забирали семьи, мы там проводили выходные. И это был очень тоже хороший опыт, видеть, как американцы живут, с детьми подружились и, как сказать, ну, увидели реально американскую жизнь, да? Вот. А можете рассказать, вот, какие условия, какие требования для участников этой программы, какие документы вы собирали, какие сроки прошли, в целом, как вы прошли программу? На тот год самое главное в этой программе, мне кажется, это эссе и рекомендательные письма. В эссе ты должен показать, почему ты достоин поехать в Америку, и как этот опыт поможет тебе, как сказать, как этот опыт поможет улучшить твои навыки, достигать твои цели. Также рекомендательные письма тоже очень важны, потому что они показывают на примере в ранних работах, например, у меня два рекомендательные письма были. Один от руководителя, который я стажировалась, он на примере показал, как я работаю, как я справляюсь с задачами, стрессоустойчивость, лидерство. И второй рекомендатель написал про мой социальный проект, где я участвовала в программе лидерства. И в эссе также ты пишешь про свои будущие цели, и в основном, как твой опыт в Америке, учеба, поможет тебе достигнуть этих целей, можно сказать. А сколько времени вам пришлось ждать ответа? Мой дедлайн был 31 декабря. Я получила в середине марта, наверное. Точно не могу сказать, но в марте где-то 3 месяца, да, Джона Бек? Вот наш третий участник, Ирлан Бек, как я поняла, вы самый юный участник, правильно? Вы участвовали как старшеклассник, да? Расскажите, как так получилось, что вы оставили школу, семью и уехали вот совершенно в другую страну, в другой мир? Очень классный вопрос. Я тоже узнал из опыта Джона Бека и Джон Беза, можно сказать, что программа Flex – это ресурс для молодежи, да, действительно такой. А чтобы расписание этой информации не только про класс, а также про другие программы. Я узнал по программу в седьмом классе, а входил в заявку в девятом классе, и, получается, при первой же попытке я прошел программу Flex. И вот требования, которые нужны для программы Flex с прошлого года, они вот академическая успеваемость, волонтерство, первый тур – знание английского языка, второй тур – писать эссе, ну, такие психологические, да, про лидерство, про самостоятельность, про разные такие вот вещи. А третий тур – это уже анкета, медицинские документы, эссэшки, рекомендательные письма, как Джон Беза говорила, и так далее. Ну, все программы такие похожие, да, по требованиям. И я, получается, прошел программу Flex, и сначала было как-то, знаете, я прям реально хотел, с утра до вечера читал про опыт разных людей и так далее, но родители, они, они, конечно, хотели, чтобы я полетел в США, но когда они узнали, что я лечу в Техас, в Техас, да, они сказали, мы не хотим, да, там, там, ну, мы же смотрим разные фильмы, где в Техасе много, много оружия, вот, ковбои. А здесь в Техасе? И они вот не хотели, ну, я их убедил, типа, ой, Техас не такой, там, огромное здание, там, знаете, вот, офисы, да, огромные, вот, организации, компании и так далее. И получилось так, что они вот разрешили. Это был... Давайте. Это был ваш первый опыт. Где ваша шляпа? Да, да, у вас должна быть ковбойская шляпа тогда. Я этого не хотел покупать, не хотел тратить деньги в Техасе, ну, вот. И получается так, что я вот полетел в США, но мне лично не было никаких проблем с родителями, потому что они хотели, потому что у меня мама училась по английскому языку, но она не закончила из-за того, что она поженилась, и она вот хотела, чтобы я вот исполнил ее мечты, да. А сколько вам было? Мне было так 16 лет, как я знаю, да. Я больше, мне было 16, и не страшно было полететь в США одному, без родителей, жить в госсемье, которых я никогда в жизни не встречал, жить в какой-то другом городе, учиться в школе с разными друзьями, разными людьми. Но так как я интересовался американской культурой, американскими традициями, мне проблем никаких не было особо. Ну, вот так вот опыт. Вы упомянули об СССР, да? Можете рассказать, можете вспомнить, о чем вы писали? Что это была за история? Мы во втором туре писали три эсэшки за 45 минут на английском языке. А в третьем туре мы писали две эсэшки на английском языке тоже за 30 минут. Вопросы разные. Смотрите, про лидерство, про то, ну, например, один вопрос такой, да. Что вы будете делать в США, а также, что вы будете делать после того, как вы прилетите обратно в Кыргызстан? То есть ваши мечты, ваши, как бы сказать, ваши цели, да? Они хотели, чтобы мы просто так не полетели в США, поели американскую еду, пиццу, поиграли в игры, поспали, побывали в американской школе. Нет, они хотели, чтобы мы обратно в Кыргызстан пришли, как лидеры общества, да, чтобы мы организовывали проекты, чтобы мы организовывали разные мероприятия для развития молодежи, а также общества. И вопрос был такой, ну, типа вот такого рода, да, чем вы хотите заниматься в США, и что вы будете делать после того, как вы прилетите. Были разные вопросы, например, как вы будете общаться с вашей семьёй, если у вас будут, если они как-то не хотят с вами говорить, да, получается? Надо было говорить. Я очень такой социальный человек, я могу с кем поговорить, общаться с кем, хочу, могу на разные темы, могу помогать им и так далее, да? Ну, разные такие вопросы, жизненные, можно сказать. А какие-то ещё требования к участникам программы предъявлялись? Кроме вот знаний, там, эсэй, какие-то другие были специальные требования? Есть требования для возраста, во-первых. Это получается, каждый год меняется. Я сейчас точно не помню этот год, но вы можете прочитать про это на нашем сайте, kyrgyzstan.americanconsult.org. Там вся информация, а также есть требования по классу. Если два года назад требование было таким, что могут участвовать 9, 10, 11 классы, в прошлый год мы начали брать только 9 и 10 классов, получается. 11 классы они не могут участвовать. Это второе требование. Третье требование – это знание английского языка, конечно. Четвёртое требование – это гражданство Кыргызской республики, самое важное. Вот вы не можете из Казахстана прилететь, например, в Кыргызстане подать заявку FLEX. А также есть несколько таких маленьких требований, например, способность взять визу из посольства США, в Америку, а также чтобы, как бы сказать, плохой истории у вас не было, да? А так опыт этого требования, они очень такие лёгкие. А что значит плохая история? Плохая история? Ну, например, если у вас какие-то, не знаю, если у вас, у родителей были какие-то проблемы с визой, да, например, допустим, ваши родители побывали в США, они получили туристическую визу, допустим, на 3 месяца, да, полетели в США и обратно не прилетели в Кыргызстан. Это уже вот плохо отразится на вас, и вам визу могут отказать. Поэтому надо, чтобы, надо вот просидеть за всеми требованиями. То есть вам было достаточно легко усвоиться на месте, найти общий язык с этой семьёй, да? Да, у меня есть. Да, а где вы продолжили обучение? Как вы сказали, у меня никаких проблем не было с семьёй, с друзьями в Америке, потому что я с детства, да, прям хотел американскую еду, американскую семью, американские фильмы, американский город. Американскую атмосферу такую, да, классную. После того, как я прилетел из США, я отучился один из, я учился в одиннадцатом классе в Баткенской областной школе-гимназии-интернат, потому что в США я был в десятом классе, в Кыргызстане надо было закончить одиннадцатый класс. И как-то было трудно обратно вот в Баткен прилететь, где нету Старбакса, где нету Макдональдса в Баткене, да, где нету нормальных заведений, да. Вот, было как-то трудно. Но потом я уже начал организовывать мероприятия, делать проекты для молодёжи, помогать им в разных сферах, да, профессионально, лично развиваться. И это прям мотивировало. Я просто забыл про Баткен, да, прям забыл и сказал, вот, надо помогать молодёжи, и всё. И после этого, после того, как я закончил одиннадцатый класс, я подал заявку на международную программу USKF, тоже такая классная программа, которая предоставляет молодёжи учиться в АУЦ в американском университете на бесплатной основе со стипендиями, с разными такими тренингами и так далее. Сейчас учусь в АУЦ в первом курсе на факультете Business Administration. Очень интересная история по поездке с Баткена в США и обратно возвращение в Баткен. Джанубек, можете рассказать свою историю? Вот когда вы уже получили разрешение и стали участником программы, вот вы прилетели в Штаты. Куда вы прилетели? В какой Штат? Давайте я немножко предысторию такую расскажу. Да, вот получается, я на втором курсе впервые услышал. Меня слышно, да? Да, да, хорошо. Я впервые услышал о программе Global Europe, но на тот момент я чувствовал, что я немножко как бы слабый, да? У меня английский слабый, и много лидерских качеств как бы были слабые, да? И на протяжении целого года я готовился, улучшал свои лидерские качества и улучшал свой английский язык. То есть я год готовился и на следующий год подал. А на момент подачи я был на третьем курсе, то есть это был мой последний шанс подать. И я как бы с первого раза прошел. Вот. Я, конечно, очень сильно переживал, думал, как будет, что будет. Но когда я получил приглашение на интервью, что я прошел первый тур, я очень сильно радовался, я прям был очень сильно рад и начал готовиться к интервью. И после того, как я получил письмо, что я прошел после интервью успешно, у меня просто сердце из груди чуть не вылетело. Я бегал по университету, я всех своих друзей обнимал, рассказывал, что я прошел. Пришел к учительной преподавательнице, которая меня как бы вдохновила, как бы сказала, что не нужно бояться делать ошибок на английском языке, так как мы учимся. Я просто ее сильно благодарил, она очень сильно за меня радовалась. И получается, я учился в штате Индиана, в городе Эвансвилл, в университете Южной Индианы. Это было примерно 5 часов от Чикаго. Это первое ощущение. И когда я приехал в Америку с университет, университет был очень дружелюбный, было много международных студентов. Следующий день, когда я проснулся, ходил по университету, мне казалось вокруг все-таки знакомым, все такое понятное. Ну, то, что я как будто бы здесь уже жил на протяжении многих лет. Вот это было первое впечатление. Ну, в отличие от Ирландбеки и Джилдыза, в моем университете у нас не было семьи, которые мы могли бы посещать по выходным. Но мне посчастливилось самому на разных мероприятиях познакомиться с одной семьей. И мы с ними очень сильно дружились. Это было уже 3 месяца до окончания моей программы. И я как бы тоже смог ощутить американскую семью, как бы каково это жить и видеть американскую семью. И тоже они приезжали ко мне в университет. Меня слышно? Да-да-да. Забежали меня из университета. И на выходные я проводил с ними время. И самый, наверное, теплый момент из моей семьи, которая вот в Америке, да, это мне был 4-летний сын. И за месяц до моего отъезда мы ужинали. Родители, получается, вышли куда-то по делам. Бабушка, я и мой братишка, мы кушали. Он мне говорит, что... Он ко мне обратился к Боденбе. Мы стали как братья. И на тот момент мое сердце чуть не растаяло. Как бы он меня знает всего лишь 2 месяца. И он мне такое сказал. Это было, наверное, одно из самых теплых воспоминаний, которые у меня остаются в Америке. Можно сказать, что вы там нашли вторую семью. Да, можно сказать, что я нашел вторую семью. Но до сих пор поддерживаем связь через социальные сети. На день рождения они отправили видео с песней «С днем рождения». Это было очень шикарное поздравление. Да, можно сказать, что это моя вторая семья там. А можете рассказать, пожалуйста, что по условиям этой программы вам гарантировалось? Ну, получается, по условиям этой программы... Меня слышно, да? Получается, перелет, проживание, книги, питание, стипендия, страховка, ну, как бы такая средняя страховка покрывалась. В принципе, вот все, что нужно для жизни, эта программа, эта грант покрывала. Ну, ни о чем переживать не нужно было, да? У вас была там возможность заниматься чем-то, кроме учебы? Может быть, доказательный курс или даже подработка? Была возможность? По условиям и программам требований, Джилдис, наверное, может подтвердить, нам нельзя было работать, так как у нас была государственная программа. Но некоторые вот могли проходить стажировки. И у нас, как бы, обязательным условием также было волонтерство, заниматься волонтерской деятельностью в нашем университете, в нашем городе. Это было отмечено, как бы, требований. Так бы, ну, вот. И также по окончанию программы мы должны были вернуться в Кыргызстан для того, чтобы сделать вклад для своей страны. А что насчет каких-то дополнительных образовательных проектов? Вы могли в них участвовать по условиям? Да. Ну, это только если университет имел такие какие-то программы, курсы или какие-то мероприятия, то мы на них могли участвовать. Но также нужно было проконсультироваться заранее как бы с руководителем нашей программы, мы можем ли в этой программе участвовать или нет. Так как некоторые были программы для преподавателей, как бы повышение уровня английского языка, но это было платно, то есть я не мог на них участвовать, так как я не преподаватель, во-первых, английского языка. А так в университете было, конечно, очень много разных мероприятий, проектов, ивентов, где мы могли участвовать. Понятно. Спасибо большое. Джилдис, вы можете рассказать о своем опыте? Как вы осваивались там на месте? Были ли какие-то трудности? Да. Это был мой первый опыт, так скажем, пребывания в других странах. Это было очень необычно. Когда я впервые приземлилась в Америку, в Чикаго, это было, аэропорт был очень большой, очень необычное чувство. Мне, как сказать, как говорил Дженнабек, мне казалось, что я уже там давно уже живу, такое, как сказать, все казалось знакомо мне. Вначале было сложно, ну, несмотря на то, что у меня английский был, я думала, что у меня английский хороший в Кыргызстане, но когда уже приехала, почувствовала вот этот, как сказать, барьер все равно, потому что в Америке акцент тоже есть в некоторых моментах, и они очень быстро говорят, и вначале было сложно. После того, как меня познакомили с другими девочками по этой программе, там из Армении было, из Мянмар и Мозамбик. Оттуда девочки были, мы вместе жили, и я очень с ними подружилась, мы до сих пор поддерживаем связь. И то, что мне понравилось в этом университете, это в основном у них специализировалось по маркетингу, и это помогло мне улучшить свои знания в этой сфере и определиться именно по какой специальности дальше идти. И то, что помогло мне, что я прошла стажировку в местной компании, и это тоже очень повлияло на будущую мою карьеру. То, что мне запомнилось, когда я впервые побывала в семье, это хост-семья, у них было трое детей, старшему 10 лет, младшему 2 годика было. И на тот момент, когда дети начали говорить, я, не знаю, забыла, что я в Америке, и когда они начали говорить на английском, это были мои подруги, которые из Армении, она понимала на русском, ой, смотри, они, оказывается, знают говорить на английском, и она говорит, это же Америка. И это был очень смешной момент, я до сих пор это вспоминаю, вот хост-фоэмэйли, мы с ним очень часто общаемся по Зуму тоже, и они все время этот момент упоминают, они уже подросли, и вот, как сказать, они уже моя вторая семья, так скажем. И вот. А, кстати, вот по знанию английского языка, да, каким должен быть уровень для того, чтобы стать участником программы? Вообще изначально, когда я поступала в АУЦА, у меня английский был, так скажем, очень слабым. Я отучилась в подготовительной программе New Generation Academy при АУЦА, и тем самым улучшила свой английский, но не сказать, что у меня английский был идеальным. Поэтому, если хотела бы посоветовать тем участникам, которые сейчас хотят подать на эту программу, не, как сказать, не думайте, что если у вас английский слабый, то нельзя подать, потому что в случае, как Дженнебек, у вас, возможно, если вы пройдете, то вы можете полсеместра отучиться английскому, английскому языку, потому что они смогут предоставить курсы бесплатные, и даже если у вас английский слабый, все равно попробуйте подать. Это все равно будет очень хорошим опытом, и это даст вам мотивацию дальше улучшить этот язык. Когда вы уже участвовали в программе, были ли какие-то особые требования и ограничения для вас во время нахождения в Штатах? Какие правила вам нужно было соблюдать? Первое правило – это было не работать, потому что были, оказывается, моменты, когда студенты, не говоря своим адвайзерам, работали, и это может повлиять на их академическую успеваемость, потому что это запрещено. Второе условие – это обязательно нужно было вернуться из Америки, и также там requirement был об успеваемости, там GPA должен быть выше 3.0, поэтому тебе нужно очень хорошо учиться там, и там еще было, нужно было обязательно брать курсы по истории или культуре, чтобы лучше изучить историю и культуру Америки. Также нужно… уже два года прошло, я это чуть-чуть позабыла, оказывается, может, Дженнебек, ты тоже дополнишь? Ну вот, получается, это заниматься волонтерской деятельностью, 20 часов в каждом семестре нужно было, и, конечно же, наверное, самое главное – это не нарушать закон твоего штата или там, где ты находишься, так как, если ты нарушил закон, ты попадешь… ну, как… возможно, даже тебя могут депортировать, да, как бы вот это, наверное, самое главное. Вот, а так, да, Джилдис все перечислила в основном. То есть, понятно, что программа обеспечивала все основные затраты, да, но наверняка были какие-то карманные расходы, которые нужно было покрывать самим, да, вы можете рассказать, вот, на какую сумму, вообще, какой бюджет должен иметь студент, который живет и учится в США по программе для своих личных расходов? Примерно. Вообще, они выдают стипендию, 300 долларов, Дженни Бек? 300 долларов, да, и это, в принципе, вполне хватило, потому что питание, проживание, все оплачивалось, и вот эти 300 долларов на один месяц мне лично даже оставалось, да? Понятно. недостаточно для шлапи, а? Недостаточно для шлапи. Да, для шлапи достаточно. Ирламбек, можете рассказать, пожалуйста, есть ли у нас в Кыргызстане какие-то сообщества, может быть, студентов, участников программ, ребята, которые уже прошли, имеют этот опыт и могут вот помочь другим претендентам, или, может быть, какие-то группы в соцсетях, какой-то сайт, может быть? Очень-очень такой важный вопрос. После того, как вот эти программы, они прилетают обратно в Кыргызстан, у нас есть сообщество международной программы Flex, Flex Alarmna KG в Американские Советы. И, получается, у нас есть инстаграм-страница тоже Flex Alarmna KG. Мы там делаем очень много проектов, очень много онлайн, офлайн проектов для всех для жителей всех областей, получается, для молодежи. Даже если вы не выпускник Flex, даже если вы не финалист Flex, если вы такой вот ученик, который учитесь в школе, вы тоже можете принимать часть наших проектов. А также у нас есть Facebook-страницы, Twitter, LinkedIn, а также страница в... а также веб-сайт kyrgyzstan.americanconsult.org, где находится вся информация, которая вот может вам понадобиться, да, а также кроме вот онлайн ресурсов, да, у нас есть наша программа, я на данный момент работаю ассистентом координатора выпускников Flex в Кыргызстане, и у нас есть представители университетов, а также городов по всему Кыргызстану получается. Например, в прошлом году я работал городским представителем в Баткене, и мы должны были организовывать разные мероприятия для молодежи Баткена, а также есть представители в университетах, Алато, Ауца, Муца, вот разные, да, в разных школах, разных городов, сел, и так далее. И вот прям по всему Кыргызстану у нас есть волонтерские клубы. В этом году у нас где-то 10 волонтерских клубов на Рыне, в Аше, в Баткене и так далее. А также каждый год мы организовываем в ЖВС проекты в апреле, в мае очень много проектов в Бишкеке, в Баткене, в Нарыне, в Таласе, везде. Кроме этого у нас в Баткене для ребят из Баткена у нас есть организация Ассоциация Превестивной Молодежи, которую я основал сам, и мы тоже делаем разные проекты социальные образовательные для молодежи. Да, очень много, очень много. Кстати, вот о волонтерской деятельности, да, у вас тоже было требование участвовать в волонтерстве, правильно? И вообще, вот что входило в волонтерскую деятельность и что вы делали? Когда я был в США, я должен был сделать минимум 50 часов волонтерства, но вместо 50 я сделал 114, я думаю, и за это получил сертификат от Госепартамента Соединенных Штатов Америки, потому что волонтерство, это для меня, вот знаете, очень-очень важно, да, потому что именно через волонтерство я узнал про эту программу, именно волонтерство изменило мою жизнь. И волонтерство входило, когда я был в США, входило, вот, например, волонтерить в библиотеке школы, например, волонтерить в местах, где давали бесплатную еду для тех людей, у которых не было дома, волонтерить в футбольных матчах, где мы вот регистрировали людей, например, волонтерство, например, в школе, где мы ассистировали учителей разных по дебату, по публичному выступлению и так далее. Но волонтерство, оно очень распространенное, поэтому очень много видов, которые вот считались. А вам их предлагали или вы должны были их сами находить? Это зависело от места жительства, например, в моем городе. Мой город был очень большим таким, 150 тысяч людей, я думаю, и было очень легко находить волонтерские вот места, где нужны были волонтеры, да. Я помню, как ребята из других городов, флексеры, которые жили, да, в других городах, у них были какие-то проблемы с нахождением волонтерских возможностей. Некоторые жили в селах, некоторые жили в маленьких городах, где таких возможностей не было. И поэтому они не могли, вот, как бы сказать, закончить требования. 50 часов волонтерства, да, были такие случаи, у меня таких не было. Мне помогал, помогал, помогала мой координатор, мне помогала моя мама, которая также работала координатором в организации, а также в школе мои учителя, они вот отправляли на мою электронную почту, вот, Эрланбек, волонтерская возможность, да, типа, иди волонтеры, да, все волонтерство и так далее, вот, все помогали в обществе друг другу. Понятно. А Джолдет, а вот в вашем случае что входило в волонтерскую деятельность? Например? Можете включить микрофон? Я волонтерила в детском доме, там мы помогали детям, детям, там были дети с проблемами со здоровьем, мы им помогали, как раз этот детский дом находился недалеко от нашего университета и общежития, и мы часто к ним ходили, у нас тоже в неделю 20 часов было, извиняюсь, я забыла, кажется, 20 часов было, наверное, в неделю, нам нужно было там провести, но это было, как сказать, нам в удовольствие с ними проводить время, помогать им. Также, кроме волонтерства, также нам предоставили возможность пройти стажировку, это тоже было репариментом, и как сказал Ирлан, после завершения волонтерства нам тоже выдавали сертификаты за то, что мы закончили, и у нас тоже был город большой, и возможностей тоже много было, и у нас тоже было, у нас был выбор, где волонтерить, и нам даже предоставляли машины, транспорт, чтобы мы к ним ездили во время праздников, им готовили подарки, закупались подарками, вот, возможности много было. А вообще, вот, насколько ценно были эти сертификаты, могут ли они потом повлиять на ваше участие, на ваши оценки, на другие возможности о волонтерстве. Да, эти сертификаты выдаются тем, которые закрыли, вот, все 20, сколько было, ну, там определенные часы были, тебе нужно было за это время, за проведение в Америке, тебе нужно было закрыть вот эти часы, если, и это было обязательно, если ты не успеешь закрывать вот эти волонтерские часы, то, я не знаю, что будет, но у нас было вот это обязательно. Вот нам тут читатели присылают вопросы, они просят информацию по подаче документов, где можно узнать эту информацию, какие документы нужны. Каждый год, например, информация, она публикуется на разных сайтах, там, на страницах посольства США, также, ну, например, мы как выпускники определенных программ, Flex, Global, E-Bread, мы тоже у себя там в сторисах, на страницах делаем разные публикации, вот, но в этом году я читал, что Global, E-Bread, как бы дата начала заявки, она была немножко отложена, поэтому, как только она объявится, набор объявит, мы будем у себя в социальных сетях публиковывать, но это, конечно же, публикуется на страницах посольства США однозначно. А для участия в программе нужно ли сдавать тесты TOEFL? К примеру, вот Global, E-Bread, тест TOEFL вначале не нужно сдавать, но желательно, если ты сдавал, то у тебя будет хорошо, так как ты, когда ты заполняешь форму, там будет как бы пункт, укажите свой уровень английского, да, а если ты не сдавал никогда TOEFL, никакой тест, то ты не сможешь указать, да, вот, желательно как бы сдать, это может быть университетский тест, это может быть пробный тест в АУЦА, это не должно быть официальным TOEFL тестом, вот, а после того, как ты уже проходишь первый этап, второй этап, уже посольство США само будет приглашать тебя на TOEFL тест, и оно, посольство также оплатит официальный TOEFL тест, где тебе дают сертификат, как бы на начальном этапе официальный TOEFL тест не нужен, но для себя можно сдать пробный. Вот еще один вопрос, нашим слушателем поступил, можете рассказать подробнее об интервью, какие вопросы там задают, к чему должен готовиться кандидат? Ну, мне опять-таки скажу, что у каждого человека индивидуальное интервью, это зависит, наверное, от того, где ты учишься, какая у тебя профессия, и от того, что ты писал в СССР, то есть они будут какие-то вопросы базироваться на твоем СССР, вот, поэтому это индивидуально, если я учился на международных отношениях, то, конечно же, мне вопросы про политологию, про международные отношения задавали, а если студент учится на бизнесе, то ему будут вопросы, связанные с бизнесом, задавать, и простые вопросы, да, представиться нужно, зачем вы едете, почему вы являетесь лучшим кандидатом, что вы будете делать по приезду, как эта программа окажет влияние на вашу жизнь, как бы, вот. Можете дать совет, вот, как составить такое эссе, чтобы оно выглядело выигрышным, на что нужно обратить внимание, какие вопросы вот нужно поднять, затронуть. Я расскажу, да, свой опыт. Эссе я бы посоветовала начать сразу после открытия анкеты, потому что это очень много времени занимает, там, возможно, будут разные вопросы, но в целом это будет про твое будущее, что ты хочешь, как этот опыт повлияет на твое будущее, как ты можешь делать вклад в развитие своей страны по данному опыту, и в моем случае, конечно же, тебе нужно написать про себя, про свои цели, как ты, как сказать, показать через свой опыт, что ты лидер, что ты сможешь делать определенный вклад в свою страну, даже в свой регион. В моем случае я писала, как я могу повлиять на развитие своего региона. Я сама из Чумалайского района, и оттуда не было никого до этого момента, который подавал на такие программы exchange, и я написала про то, что про отношения людей на обучение девушек, в общем, на обучение девушек, потому что в моем регионе есть определенный стереотип, что и были такие определенные барьеры именно для девушек. Я написала про это, и также я написала про свой проект в Чумалайе, потому что в Чумалайе с русским языком немного проблемы, и у нас нету возможности практиковать русский язык. я делала проект про обучение, про возможности учеников улучшить свой русский язык самостоятельно через книги, программы, разные волонтерские программы, и я написала про это. Также в основном во время интервью у меня были именно вопросы, связанные своим эссе про мой проект, про мой опыт, также про будущую карьеру. Также в эссе вы должны написать именно, как сказать, будьте самим собой, не нужно придумывать что-то необычное, что-то новое, потому что это все равно будет заметно, даже если вы пройдете в интервью, это будет заметно, поэтому будьте самим собой, также требуется определенное время, потому что там очень такие философские даже вопросы, как сказать, в чем смысл жизни, как ты можешь помочь в целом для своей страны, такие обобщенные вопросы, но тебе нужно именно, вам нужно обдумать вот эти вопросы очень хорошенько и написать. А какие книги, может быть, фильмы вы можете посоветовать, чтобы у ребят было представление о программах, об участии? Книги я не знаю точно, но я могу сказать, что на интервью мы можем тоже задать вопрос, что как вы можете быть дипломатом в своей стране, например, потому что идея заключается в том, что каждый студент, каждый школьник может представить Кыргызстан для всех в США. И мы поддерживаем эти программы точно потому, что мы хотим людей, которые могут строить связи между Кыргызстаном и США. И ясно, что эти студенты, которые с вами сегодня, они могут сделать это. Поэтому я поздравляю. congratulations, вы прекрасны. Я очень рад слышать вашу историю. Спасибо. Спасибо и вам большое, Нолан. Спасибо Джилды, Сирланбек, Джанебек. Я думаю, что наше время уже подошло к концу. Я надеюсь, что эта информация была очень полезна для тех ребят, которые сейчас ищут информацию, пытаются пройти, стать участниками программы. В завершении разговора я скажу, что мы подытожим этот разговор и на сайте Коктус.Медиа выйдет материал. Мы вкратце расскажем историю каждого из вас и там будет опыт каждого из вас. Затем мы думаем, что для наших кыргызскоязычной молодежи мы организуем подобную конференцию на другой площадке. У нас есть проект Белец МБК Джи. Это образовательный проект Коктус.Медиа. И я думаю, что на площадке я думаю, что вы на этой платформе можете получить информацию еще и на кыргызском языке. Спасибо большое всем, кто смотрел нас, задавал вопросы, сидел за нашим эфиром. Можно сказать напоследок? Да, конечно. И напоследок я бы сказал всем желающим студентам, которые посмотрели, услышали, во-первых, не бойтесь подавать, не бойтесь пробовать. Мы все это испытывали, мы проходили через все эти чувства, но мы сделали этот шаг. мы осмелились сделать этот шаг и поэтому мы стали финалистами ФЛЭКСа и Глобал Юград и поехали учиться в Америку. Главное, верьте в себя. Если вам нужна какая-то помощь, находите в социальных сетях, пишите, мы всегда готовы вам помочь и поддержать. Спасибо. Да, и вам спасибо. Мы в своей публикации укажем все контакты, куда они могут обращаться и поэтому Джолды, Сэрланбек, вас просим прислать нам какие-то если у вас есть ватсап группы, группы в Телеграме, где ребята могут с вами связаться и более подробнее поговорить. Также у нас в описании этого видео есть почта, email-почта, куда вы можете прислать свои вопросы. Надеюсь, информация и разговор были полезными для наших подписчиков и зрителей. Следите за обновлениями на сайтах посольства, там есть вся подробная информация о программах, об условиях участия, и скоро мы опубликуем материал, где будут также контакты и данные сообществ для ребят. Так, все, мы завершаем тогда. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания. Всего хорошего.